Всем привет! Сегодня мы снимаем 24 часа челлендж в мебельном салоне, хотя ни от кого я обманываю. Это видео снято на iPhone и про iPhone. Давайте начинать. Поехали! Прежде чем купить что-либо в начале 2020 года, рекомендую посмотреть это видео. Всем тем, кто планировал покупку, посвящается. Итак, примерно квартал назад компания Apple явила миру iPhone XR2. Да-да, именно так и стоит его воспринимать на протяжении всей линии повествования этого видео. А давайте сразу, вот лоб в лоб сравним с младшим братом в некоторых моментах. Цвет. Но многие скажут, во всех поколениях iPhone есть преемственность цветовой палитры от модели к модели. И внуком этой цветовой вакханалии был iPhone 5C с его либеральными расцветками. Я, кстати, пользовался XR и остался под сомнительными впечатлениями. Если вы устали от космоса и белого, а также по-взрослому цыганского золотого, то цветные отыгрыши в сторону трендового лавандового и бирюзового-зеленого вам придутся, как глоток холодного боржоми. Размер, экран и материалы изготовления тоже пересажены с братика XR. Отличия только в дополнительной сверхшевокольной камере, улучшенной АКБ и, естественно, в процессоре. В этих, как говорится, весьма значимых деталях и кроется, как его там, Тим Кук? А нет, дьявол. Честно, а я всегда про честно и эмоции без цифр, так как еще перед всякими вилсаком тер за ощущения, а не за бенчмарки и задротные тесты. Хотел снять и рассказать вам о том, какой все-таки ублюдский получился iPhone 11 в этом сезоне. Именно с этой мыслью взял себе его на тест и использование пока еще iPhone на две сим-карты. Ну вот прошло уже 2-3 недели и все, что я могу сказать коротко, если бы AMOLED-экран был бы, был бы лучший ever-смартфон в десятилетии. И я расскажу почему. Давайте про удобство поговорим. 6,1 дюйма экран все-таки не малыш. Удобно ли? Ответ – привыкаешь за 2 часа. Особенно владельцы ветеранов с приставкой плюс к этому iPhone. Дальше больше. Внешний вид. Не такой, как раньше и, если честно, его не видишь, так как спереди они все черные и постоянно в чехле, и об этом будет целый отдельный разговор. Экран IPS, и всегда будет этот холивар про то, что это даже не Full HD и все такое, а на дворе, сами знаете, какой год. Так вот, все это булшит, то есть по-русски дерьмовое рассуждение на этот счет. Да, есть Андрей с экранами 4К и всей этой прелестью со 120 Гц, но тут не про это. Тут про доступность, которая, кстати, тоже мнимая, но опять же об этом позже. Итог про экран. Он лучший из IPS. Да-да, именно так, с такими тухлыми ТТХ он смог. Но я скажу правду, попользовавшись AMOLED, и тем более на топчиках, айфонах и самсунг, я не смог и не смогу привыкнуть к любому IPS. Поэтому для меня главная попрошайка этого года, был бы AMOLED, был бы трушный хит. Теперь про АКБ. Он еще лучше, чем был на X-Series и рост заметен. От 8 часов работы экрана у меня и мысли о том, что по сути можно было вытянуть 2 рабочих дня без подзарядки, но я не выпускаю смартфон из рук и поэтому на ночь ставлю на зарядку. Кстати, есть беспроводная, с остатками процентов примерно 25-35. Дополнительная камера. Нужна ли она? Еще сверхширокая. И да, и нет. Всегда вопрос цены, которую производитель просит за инновации. Я не нашел практического применения такой камеры прям ежедневно, но признаю, что она не была бы лишней и иногда используется. Результат перед вами и, естественно, ни о каком новом ночном режиме в таком случае не стоит думать. Кстати, о ночи. Круто. Стало лучше и в противовес сверхширокому углу эти софтовые улучшения прям мое почтение. Конечно, суперумная система новых камер в iPhone 11 тоже есть. И это как фича, которая есть, но работа этой фичи ты не видишь прям остроглазом. Но круто, что это все самообучается и будет еще лучше. Я про нейроэйджен, если вы вдруг не выкупили, про что я так сильно замудрил. И тут наступает нам на кошелек вывод про камеры. Стоит ли отказа от младшего и весьма подешевевшего iPhone XR? Кстати, о цене. Сейчас самое время брать или тот, или тот. Например, младшенький XR можно ухватить за 42 от мегафона. Ссылочка будет под видео. А сам iPhone 11 можно и нужно брать в период праздничных распродаж. Так и не ответил про камеры. Вывод-то какой? Не томи, скажете вы. А вот такой, что прям смогли в камеры в этом сезоне яблочные инженеры. Если проанализировать рынок, не такая уж и большая разница между ними по цене. А вот разрыв в камере хорош. И это я не сказал про новую фронталочку и про супер стабильные видео возможности, на которые можно рассчитывать при съемке даже серьезных проектов. В общем, камера iPhone 11 реально тащит. Если вам не нужен телевик, то переплачивать вообще нет смысла. Просто делайте цифровой зум и для вашего инстаграма или семейного архива будет более чем гуд. Про процессор, оперативку надо вспоминать, что они самые мощные и оптимизированные на рынке. Я думаю, эти цифры никому не нужны. Достаточно вам знать, это лучшее, что делали Apple ever. И это реально, причем на все линейки этого сезона. Давайте подводить итоги и делать выводы, которые, кстати, удивили меня самого, и я не думал, что такие мысли появятся у меня в голове. Начну с того, что если вам нужен флагман, то берите XS или XS Max. Вот это поворот. Да, ну а чё, цена 50 косарей и очень даже неплохие на 20-й год характеристики. Если же все-таки выбор стоит между XR и iPhone 11, то еще пару дней назад я бы сказал первый. Но попользовавшись и проанализировав рынок цен, кстати, выгодные предложения на iPhone будут, как всегда, в описании, понял. Нет смысла не доплатить до 10 косарей за АКБ, камеру, проц и вообще новинку. Не, ну о чём, минималка XR стоит пусть будет 42. iPhone 11 можно взять от 49 по низу рынка. И поэтому все разговоры про то, что на iPhone 11 не стоит обращать своего внимания, в пользу бедных, если понимаете суть этого выражения, которое совсем не про деньги. И да, истина в том, что лучший iPhone, кто-то так уже, кстати, говорил, это тот, на который есть деньги. Кстати, для меня лучшие смартфоны десятилетия это iPhone 7 и iPhone X. И если хотите разговор про этих монстров, то пишите. Купим, выгодно. Расскажем об этом и расскажем про сами телефоны. А если хотите видео про аналитику цен на торговых площадках, это, кстати, сейчас модно, то пишите. Если будет спрос, будет и видос. Всем тем, кто посмотрел до данного момента, респект и пишите Donald Duck. Ну и совсем скоро увидимся, ведь мне есть, что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok